В Ивановской филармонии состоялись вторые областные рождественские чтения. Заседание на тему традиционной ценности и современный мир предварила выставка рисунков. В фестивале детского творчества, посвященного Рождеству Христову, приняли участие дети в возрасте 5-14 лет. Именно на молодежь направлены усилия взрослых, чтобы подрастающее поколение получило духовно-нравственное и патриотическое воспитание. С прошлого года, как элемент такого общего выхода церкви из своей ограды, из своего зажатого состояния, в котором она находилась при коммунизме, выход на встречу людям, на встречу всей стране, эти рождественские чтения распространяются уже на регионы, на центры, епархии, метрополии. И мы здесь, в Ивановской метрополии, этому призыву следуем. И я уверен, что это дело очень успешное, важное и полезное. В зале филармонии собрались не только священнослужители и педагоги-катехизаторы, но и учителя общеобразовательных школ. Им напомнили, насколько важно вырастить достойное поколение, отучить молодежь от свернословия и вредных привычек. Это очень непростая задача. И мы считаем, что на этом пути у нас многое упущено. Я не могу сказать, что с воспитанием молодежи в области сложилась какая-то непростая ситуация. У нас с вами есть, безусловно, успехи и достижения. Это, прежде всего, сложившаяся система военно-патриотического воспитания молодежи, в которую вовлечены подростки большинства учебных сведений в области. Это помощь и забота молодежи о ветеранах войны и труда. Участники рождественских чтений много времени уделили теме патриотического воспитания детей. Каждый школьник должен знать историю родного края. А чтобы постигать ее было проще, Ольга Хасбулатова предложила вновь выпустить для первоклассников особый дневник с информацией об Ивановской земле и учебник по краеведению.